Всем привет! От пароля на экране блокировка не защищен никто. Любой из нас может в любое время попасть в такую ситуацию, что включает телефон, а телефон просит пароль, которого, конечно же, мы не знаем. Неважно, кто установил ребенок, или вы сами забыли, ваша девушка, или вы хотите подсмотреть у вашей жены, мужа какую-то информацию, у него стоит пароль, или вообще там вы нашли телефон. Ну и неважно, у каждого свои проблемы, моя задача показать вам решение этой проблемы. Поскольку вбил я в поиск, как удалить пароль с экрана блокировки, я не увидел ни одного свежего видео, все видосы старые, а телефон это обновляется чуть ли не каждый день, каждый месяц новые модели и инструкция по удалению пароля с экрана блокировки, та, что раньше показывалась, она уже не актуальна. Даже я снимал полтора года назад видео, но сейчас уже многое изменилось, поэтому решил снять обновленную инструкцию. Если вам нравится эта идея, вы рады, что я это снял, то не забудьте поддержать видео лайком и приятным комментарием. Итак, на любом смартфоне Samsung можно удалить пароль с экрана блокировки, но вы потеряете данные. Не спрашивайте, можно ли оставить, сохранить. Нет, к сожалению, нельзя никаким образом сохранить ваши данные, которые уже у вас были. Поэтому готовьтесь к тому, что все данные сотрутся, фото, видео и так далее. Нам не надо ни компьютер, нам вообще ничего не надо, только телефон под рукой. Смотрите, если у вас есть кнопка Bixby, дополнительная кнопка Bixby, то я вам сейчас скажу, что нужно делать. Если у вас кнопки Bixby нет, то у вас просто кнопка включения увеличит и уменьшит громкость. На видео, кстати, A70, почти на всех новых моделях A, у них нету кнопки Bixby. Вообще, по-моему, на последних моделях убрали эти кнопки. Скажу вам честно, если бы я не был блогером и не снимал бы всякие интересные софты на смартфоны, я бы в жизни, наверное, не догадался, как можно удалить пароль с экрана блокировки. На самом деле все очень просто, но когда ты это знаешь. Итак, смотрите, при попытке выключить телефон, но, казалось бы, да, выключили. Смотрите, оп, выключить. И бац, введите пин-код, чтобы выключить телефон. Вот так вот. При попытке перезагрузить, нам тоже самое пишет. Введите пин-код, чтобы выключить телефон. То есть, вообще, казалось бы, кирпич вообще ничего не сделать. Но решение есть. Итак, если у вас кнопка Bixby есть, зажимаем кнопку включения. Кнопку увеличит громкость и кнопку Bixby. Зажимаем одновременно и держим до тех пор, пока экран не потухнет. После этого мы сразу отпускаем и еще раз зажимаем эти же три кнопки. После того, как вы видите надпись Samsung Galaxy, такая-то, такая-то модель, тогда отпускаем. Если у вас кнопки Bixby нету, вот как в моем случае, только кнопка включить, увеличить и уменьшить громкость, то делаем следующее. Смотрите, мы зажимаем все эти три кнопки. Держим до тех пор, пока экран не потухнет. После этого отпускаем и зажимаем кнопку включения и увеличит громкость. Все, надпись Galaxy A70 появилась, отпускаю. И сейчас загрузится вот такое меню. Это то, что нам нужно. Все, теперь осталось дело за малым. Смотрите, здесь будет пункт, причем на всех телефонах одинаковый пункт, который называется Vibe Data Factory Reset. Запомнили? Vibe Data Factory Reset. Раз, два, три. Четвертый пункт. Здесь сразу же красным надпись появляется. Что мы делаем? Нажимаем кнопку включения. Нажимаем кнопку уменьшить громкость, наводя полоску эту на Yes. И кнопку включения подтверждаем. Ждем. Окей, отлично. Теперь снова спускаемся вниз. И под пунктом Vibe Data Factory Reset есть пункт Vibe Church Potation. Нажимаем снова кнопку включения. И снова выбираем Yes. Отлично. Все, телефон полностью стерся. Пароль тем более стерся. Нажимаем кнопку включения. И ждем минут пять, пока включится наш телефон. И у вас там появится русский... Ой, выберите язык. Там все дела. Настройте Wi-Fi, Bluetooth. Так что все это настраивайте. И ваш телефон будет как только что с магазина. Единственный минус этого всего. То, что у нас теряются все данные, которые были на смартфоне. Но извините, зато ваш телефон снова в строю. И вы можете им пользоваться. Я надеюсь, что это видео вам поможет сэкономить хорошие деньги. Потому что если вы пойдете в какой-нибудь сервис, с вас содрут пару тысяч рублей за вот это вот то, что вам показал. Которое можно сделать буквально за одну минуту. Ребята, экономьте деньги, влепите в видосу лайк, подписка, обязательно колокольчик. А теперь мы ждем, когда телефон включится. Но давайте дождемся, убедимся в том, что все стерло, все хорошо. Еще не утро, но, а мне так хорошо. Бармен еще налей, ты давай нам не жалей. В твоих глазах я вижу, как нам хорошо. Денег полный карман, а что нужно еще? Давай забудем все. Сегодня ты и я, ты будешь пьяная, а я буду любить тебя. Давай забудем все. Итак, как я и говорил, телефон наш включился, выбор языка. Все это дело мы пропускаем. И смотрите, тут вас может ждать неприятный сюрприз в виде вот такого сообщения. Предпринята несанкционированная попытка сброса устройства до заводских настроек. Для подтверждения личности подключитесь к сети Wi-Fi. Подключаемся к сети Wi-Fi. Значит, что это сообщение нам говорит? Это сообщение нам говорит о том, что на устройстве был аккаунт Google. И мы сделали сброс, теперь он просит подтвердить. То есть подтвердить, ввести тот аккаунт, который у нас был. Если вы... Ой, даже пароль от Wi-Fi я ввел неправильно. Ага, неправильно, да, сейчас. Так вот, если вы не помните ни пароля, ни вообще ничего не помните, что там было до вас. Может быть, вы вообще нашли телефон. Короче, давайте представим, что вы знаете пароль. Но, если вы не знаете, я вам сейчас расскажу, что нужно делать дальше. Смотрите, появляется такое сообщение. Введите текущий пин-код. Просит ввести тот пин-код, который был ранее. Представляете? Но мы нажимаем использовать Google аккаунт. И вот сюда мы вводим ту почту, которая была введена ранее. Телефон. Все, я только что ввел, и тут появляется предыдущий аккаунт на этом устройстве. Прошел проверку. Окей. Добавить или использовать как новый. Использовать новый нажимаем. Ну, либо можете оставить. Потом здесь появляется пропустить. Пропускаем. Здесь со всем соглашаемся. Не сейчас. Пропустить. Убираем все эти галочки. Нафиг нам эти приложения. Все. Телефон запустился. То есть, видите, да? Как хитрожопа. Извиняюсь за выражение. Самсунг все это сделал. Куча настроек. Подтвердите то. Подтвердите это. Пятое, десятое. Короче, если вы не знаете Google аккаунт, который был привязан к вашему устройству, то это можно исправить. Исправляется это на самом деле. Ну, не скажу, что легко для того человека, который не знает. Но и не сложно. Там все очень просто. Смотрите. Для этого вам нужно будет выключить телефон. Зайти снова в то же меню Recovery. Для этого мы зажимаем кнопку включения. Увеличит громкость. Если у вас нету кнопки Bixby. После того, как появилась надпись Samsung, мы отпускаем. Ждем, когда запустится Recovery. Заходим в Recovery. И вверху третья строчка. Вот, смотрите. Девять. Потом идут буквы. Ля-ля, тропа-ля. И А705FN. Вот у вас модель тоже будет написана там, типа, А, не знаю, там, 800, там, G950, там, и так далее. И вот то, что написано там, А, там, такой-то, G, такой-то. Вот это все копируем. Вплоть до последней цифры. Смотрите. У меня А705FNХУ3. Вот до тройки мы это все сохраняем, записываем, не знаю, там, делаем, как хотим. Главное нам зайти в браузер и ввести то, что я вам сказал. И рядом слово Combination. Комбинированный файл. И после этого нам нужно будет установить комбинированный файл. И после комбинированного файла его прошить. Его прошить на родную прошивку с таким же версией загрузчика. И после этого у нас уже никаких аккаунтов и так далее не будет требоваться. Короче, это уже другая история. И это надо в отдельном ролике снимать. Как только я сниму этот ролик, обязательно добавлю его в описании под этим видео. Так что, друзья, подписывайтесь, не пропускайте эти ролики, пишите свои проблемы в комментариях. Я обязательно постараюсь вам помочь. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok